Диана Шилова Диана Шилова А сейчас мы предлагаем вам посмотреть небольшой видеоролик. Диана Шилова Занятия со студентами ведут также преподаватели из Германии, Испании, Китая, Польши, США, Турции, Франции, Чехии и других стран. Институт реализует десятки востребованных программ бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. Наши выпускники сегодня являются наиболее востребованными. Они трудятся в самых разных профессиональных сферах. Это средства массовой информации, пресс-службы, рекламные агентства и многое другое. В 2017 году Казанский федеральный университет вошел в топ-150 предметного рейтинга QS по лингвистике, а в 2018 году в топ-200 предметного рейтинга QS по современным языкам и в топ-250 по английскому языку и литературе. В структуру Института филологии и межкультурной коммуникации входит Высшая школа русской и зарубежной филологии имени Льва Толстого. На базе четырех кафедр происходит подготовка филологов и педагогов в области русского языка и литературы, славяноведения, английского, немецкого, французского, испанского языков и литератур. Переводоведение. Структура Высшей школы национального образования и тюркологии имени Габдулы Тукая включает шесть кафедр. Здесь осуществляется подготовка учителей в области татарского языка, переводоведения, дизайна, музыки, татаристики и культуроведения. Высшая школа русского языка и межкультурной коммуникации имени Бадуэна де Куртене в составе трех кафедр готовит организаторов и координаторов международного сотрудничества, исследователей и преподавателей полилингвального обучения, готовых к ведению профессиональной деятельности в международном образовательном пространстве. В структуру Института филологии и межкультурной коммуникации входит четыре научно-образовательных центра, а также целый ряд научных лабораторий. Более 800 человек ежегодно проходят курсы профессиональной подготовки по различным программам дополнительного образования на базе Казанского международного лингвистического центра, где также осуществляется международная языковая сертификация по английскому языку TOEFL и по русскому языку как иностранному. Испанские центры образования и культуры реализуют не только языковые курсы, но и проводят еженедельный разговорный клуб, занятия и лекции представителей Испании и стран Латинской Америки. Ежегодно проводятся недели испанского языка и культуры. Центр также осуществляет прием международного экзамена по испанскому языку DELE. Центр проектных компетенций представляет собой систему художественно-дизайнерского проектного обучения, на базе которой реализуются программы для школьников в рамках деятельности Казанской школы дизайна, а также молодежного образовательного акселератора для студентов. Центр профориентационной работы и взаимодействия с работодателями осуществляет подготовку абитуриентов к выбору будущей профессии и предлагает многообразные формы мероприятий, за которые начисляются дополнительные баллы при поступлении в университет. Центр активно взаимодействует с нашими партнерами-работодателями. Институт имеет надежные и долговременные связи с рядом зарубежных университетов, международных ассоциаций и научных организаций. В рамках существующих договоров и установленных контактов реализуются научно-образовательные и культурные проекты, проводятся международные конференции, осуществляются программы двойного диплома и параллельного образования. Также институт сотрудничает с рядом вузов на территории Российской Федерации. В Институте филологии и межкультурной коммуникации активно работают студенческие кружки, исследовательские группы, совет молодых ученых, студенческое научное общество, а также студенческий совет, который принимает решения важных вопросов в жизни студентов, развитие социальной активности и осуществляет поддержку студенческой инициативы. Спортивные команды успешно защищают честь института на различных соревнованиях. Во время учебного процесса для проживания студентов предусмотрены комнаты деревни Универсиады, одного из лучших студенческих общежитий России. Сегодня Институт филологии и межкультурной коммуникации прославляют известные выпускники Ахмед Шинравиль Климулович, заместитель премьер-министра республики Татарстан, полномочный представитель республики Татарстан в Российской Федерации. Балиулин Ринат Накифович, постоянный представитель республики Лосоцкий, в городе Санкт-Петербург и Ленинградской области. Фазлеева Лейла Ринатовна, заместитель премьер-министра Республики Татарстан. Гузель Яхина, писатель, лауреат премии «Большая книга» и «Ясная поляна». Денис Осокин, прозаик, поэт, драматург, сценарист, филолог-фольклорист. Станьте частью Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета. Ристофа Ильина, не могли бы рассказать о Вашей высшей школе русской зарубежной филологии? Какие направления представлены, как поступить, какие экзамены нужно сдавать средствами? Добрый день, уважаемые слушатели. Высшая школа русской зарубежной филологии имени Льва Толстого реализует следующее направление бакалавриата. Прежде всего, это филология, прикладная филология, русский язык и литература. В этом году на это направление у нас 15 бюджетных мест. Нужно сдавать такие экзамены, как литература, русский язык, история. Проходной балл в прошлом году был 243 балла. Прикладная филология – это очень востребованное направление сегодня, которое предполагает интеграцию русского языка, лингвистику с математикой, информатикой, медициной. Одно из таких перспективных направлений внутри этого направления – это клиническая лингвистика. Наши студенты два раза в неделю в белых халатах ходят в нашу клинику университетскую и готовят свои научные изыскания, свои проекты в области прикладной лингвистики. Филология – зарубежная филология. Английский язык и литература, переводоведение. На это направление пять бюджетных мест. Вступительные экзамены – литература, иностранный язык, ЕГЭ, любой может быть русский язык. В прошлом году проходной балл был 280 баллов. Естественно, что филология – это широко, это не просто лингвистика. Филология – это язык и литература. То есть те абитуриенты, которые выбрали это направление, они будут учить не только язык и смогут быть переводчиками, но они еще будут познавать литературу и культуру изучаемого языка. Поэтому у наших выпускников очень большой не только словарный запас в области английского языка, но и культурный багаж. Направление филологии – зарубежная филология, испанский язык и испанская литература. Пять бюджетных мест. Вступительные экзамены – литература, иностранный язык, русский язык. Конечно, у нас очень мало школ, которые изучают испанский язык, поэтому мы принимаем с любым иностранным языком, студенты начинают учить испанский с нуля, с алфавита, но уже после первого семестра они слушают лекции на испанском языке. Курирует это направление кафедра романской филологии. Работают молодые энергичные преподаватели, среди них есть носители языка, два преподавателя из Испании. Педагогическое образование – иностранный язык. Это направление у нас новое. Десять бюджетных мест. Вступительные экзамены – общество знаний, иностранный язык, русский язык. То есть, если раньше у нас педообразование было с двумя профилями, иностранный плюс второй иностранный, и для студентов ближнего зарубежья, для иностранных студентов было тяжело изучать два иностранных языка, поэтому мы решили оставить один иностранный язык. Но принимаем с любыми иностранными языками. То есть, если человек учил немецкий, он по ЕГЭ немецкому языку поступает на этот профиль. Педагогическое образование – иностранный французский язык. Двенадцать бюджетных мест. Экзамены – общество знаний, иностранный язык. Это может быть и французский, и английский, и другие иностранные языки, русский язык. Проходной балл в прошлом году был 266. По этому направлению у нас работает еще двойной диплом, или так называемое параллельное образование. То есть студенты, которые выбирают педагогическое образование, профиль французский язык, они могут по желанию поступить в университет Сорбонна-3 Парижа и получить параллельно с дипломом Казанского университета диплом Сорбонны. Естественно, что это на договорной основе. Но университет Сорбонны – наш партнер, и он берет в данном случае лучших наших студентов, которые учат французский язык. Педагогическое образование, русский язык – это тоже новое направление. Оно у нас полностью договорное, коммерческое. Нужно сдавать общество знаний, русский язык и литература. Это направление тоже для тех студентов, которые хотят быть специалистами в области русского языка в своих странах. То есть ориентировано для студентов ближнего зарубежья, для стран СНГ. Педагогическое образование с двумя профилями подготовки – иностранный английский и второй иностранный язык. Десять бюджетных мест – вступительные экзамены – общество знаний, иностранный язык, русский язык. Проходной балл в прошлом году был 277. Второй иностранный язык может быть французский, немецкий, испанский, арабский, китайский. То есть когда студенты выдерживают экзамен, с ними проводят вступительное входное тестирование и учитывают пожелания студентов, формируют группы. Педагогическое образование с двумя профилями подготовки – русский и иностранный язык. Двенадцать бюджетных мест. Экзамены общества знаний, русский язык, английский язык. Проходной балл прошлого года – 287. То есть те, кто закончил этот профиль, могут быть преподавателями русского и английского языка. Могут преподавать и в средней, и в высшей школе. Очень востребованные направления. Педагогическое образование с двумя профилями – русский язык и литература. Тринадцать бюджетных мест. Это новые направления. Мы всегда выпускали либо учителей русского языка, либо учителей русского английского языка. И сегодня Республика и Российская Федерация испытывают острый дефицит учителей русского языка и литературы. И поэтому мы решили открыть вот это новое направление. То есть этот выпускник может преподавать такой предмет, как русский язык в школе, и предмет – литература. Вступительные экзамены общества знаний, русский язык, литература. Следующий профил – педагогическое образование и иностранный язык. Это заочная форма обучения. 25 бюджетных мест. Вступительные экзамены общества знаний, английский язык, русский язык. Проходной балл прошлого года – 237. Но вы можете подать документы на очное отделение и заочное. И те, кто не проходит на бюджет, они могут пройти. Вы видите, что баллы здесь пониже. Могут пройти на заочное отделение и совмещать работу и обучение в Казанском федеральном университете. И направление педагогическое образование с двумя профилями подготовки – русский язык и литература. 25 бюджетных мест. Это заочное обучение. Экзамены общества знаний, литература, русский язык. Проходной балл в прошлом году был 196. Мы принимаем как на бюджет, так и на договор. Цены договора, наверное, тоже интересны. Мы не можем сказать цены этого года. Но по 2019 году на профиль филология сумма была 127 680. Ну и в этих же пределах и педагогическое образование – 128 592. А вот заочная форма обучения – она дешевле. Педообразование иностранный язык – 57 600. Педагогическое образование русский язык и литература – 50 400. То есть это сумма за год. Поэтому те, кто не проходит на бюджет, могут попробовать обучаться на коммерческой основе. Спасибо. Рамиль Хамитович, мы хотим рассказать о вашей школе, какие направления и чем вы занимаетесь. Здравствуйте, дорогие абитуриенты, дорогие родители. Я представляю высшую школу национальной культуры и образования имени Габдула Тукая Казанского федерального университета. На базе нашей высшей школы мы готовим специалистов в области татарского языка, татарской литературы, иностранных языков. Это английский, китайский, турецкий языки. Преподаватели, учители музыки, дизайнеров, классический дизайн, дизайн интерьера. И с 2018 года преподаватели билингвалов для образовательных учреждений Республики Татарстан по таким профилям, как математика и информатика, математика, физика, история общества, знания, музыка и доп. образования, иностранный язык и второй иностранный язык и другое. Если говорить о тех профилях, по которым мы планируем набор в 2020 году, то можно условно выделить три направления, три блока. Первый блок направления — это подготовка кадров в области татарского языка и татарской литературы. Как и прежние годы, набираем две группы. Первую группу набираем по направлению педагогическое образование, татарский язык, татарская литература и иностранный английский язык. Всего выделено 25 бюджетных мест, срок обучения — 5 лет, вступительные испытания ЕГЭ по русскому языку, по обществу о знанию и единый республиканский экзамен по татарскому языку. По татарскому языку можно сдавать и внутренний экзамен в этом году в дистанционном формате. Вопустники в основном трудостроиваются в образовательные учреждения в качестве учителя татарского языка, татарской литературы и иностранного языка. Вторую группу набираем по образовательной программе филология, татарский язык, литература и журналистика. Всего выделено 23 бюджетных мест, вступительные испытания такие же, как в первой группе, срок обучения здесь — 4 года. Данное направление ориентировано на подготовку филологов-бакалавров в области татарского языка и литературы и также журналистов для работы в разных средствах массовой информации на татарском языке, в том числе и на телевидении. Места трудостройства, выпускников этой школы, другие образовательные учреждения, научно-исследовательские организации и редакции газет, журналов, издательства, телевидения и другое. Продолжение следует... Продолжение следует... Второе направление — это подготовка би- и полилингвальных педагогических кадров. В рамках приемной кампании 2018 и 2019 годов мы уже осуществили прием на эти направления, по направлению педагогическое образование. А с 2020 года, с этого года планируем набрать студентов для работы в полилингвальных образовательных учреждения Республики Татарстан. Идея полилингвального обучения состоит в том, что наряду с русским языком английский и татарский языки будут использоваться как средства ущербно-познавательной деятельности в процессе профессиональной подготовки специалистов. Планируем набрать 4 группы на дневное отделение, по 25 человек в каждой группе. Первое направление — это педагогическое образование, математика и иностранный английский язык. Вступительные испытания «Русский язык», «Общество знания», «Математика». Второе направление «Педагогическое образование», «История» и «Английский язык». Вступительные испытания «Русский язык», «Общество знания», «История». Третья группа «Педагогическое образование», «Начальное образование» и «Иностранный английский язык». Вступительные испытания «По русскому языку», «По общество знанию» и «По иностранному языку». Четвертое направление – педагогическое образование, биология и иностранный английский язык. Вступительное испытание по русскому языку, по обществу знанию и по биологии. И на отделении заочного обучения планируем набрать одну группу из выпускников педагогических колледжей в количестве 50 человек на направление педагогическое образование с двумя профилями подготовки – начальное образование и дошкольное образование. Здесь уже в билингвальной образовательной среде. Вступительное испытание – русский язык, общество знания и математика. Обучение осуществляется за счет средств Республики Татарстан, то есть это группы договорные, контрактные группы, но за обучение платят не сами студенты, а Республика. Абитуриентам для того, чтобы подать документы на эти направления, они должны заключать договора о селевом обучении с общеобразовательными организациями Республики Татарстан, в которых в дальнейшем по окончании обучения они должны будут отработать не менее 5 лет. Все студенты очной формы обучения получают стипендию по республиканской программе стипендиальной поддержки педагогических кадров в размере 15 тысяч рублей в месяц. В первом семестре такую стипендию получают все студенты, а со второго семестра по результатам уже зимней сессии. Для того, чтобы получить стипендию, нужно сдавать все за счеты экзамена только на хорошо и отлично, при этом отличных оценок должно быть минимум 50%. Хромат ли абитуриентам для того, чтобы получить особые курки, которые имеются в данном случае. Третий блок направлений – подготовка кадров в области культуры и искусств. По этому направлению мы в этом году набираем на одну группу по направлению дизайн. Всего выделено 7 бюджетных мест и до 25 человек. Одну группу набираем уже с договорниками. Это один из самых востребованных программ по нашей высшей школе. Традиционно очень большой конкурс на этом направлении. Что касается вступительных испытаний, абитуриенты должны сдавать ЕГЭ по русскому языку, по русской литературе и внутренний экзамен по рисунку. Срок обучения – 4 года. Завершив обучение по данному направлению, выпускник может работать в рекламных фирмах, на предприятиях, типографиях и т.д. в качестве бренд-дизайнера, графического дизайнера, веб-дизайнера, художника-иллюстратора, дизайнера виртуальных миров, дизайна костюма и т.д. На направлении профессионального обучения дизайн интерьера бюджетные места сохранены на уровне прошлых лет. Набираем и на дневное отделение, всего выделено 15 бюджетных мест, и на отделение заочного обучения выделено 25 бюджетных мест. Вступительные испытания и на дневном отделении, и на заочном отделении, и на АЗО, и на АДО, ЕГЭ по русскому языку, общество, знанию и внутренний экзамен по рисунку. Срок обучения здесь тоже 4 года. И еще одно направление в этом блоке – это педагогическое образование и музыка. Эта программа в этом году будет реализована на отделении заочного обучения. Всего имеется 25 бюджетных мест. Вступительные испытания – ЕГЭ по русскому языку, общество, знанию и внутренний экзамен по музыке. В этом году тоже нужно будет сдавать в дистанционном формате. Вот вкратце о наших направлениях, по которым мы планируем набор летом этого года. И Татьяна Геннадьевна, слово передаем вам. Как я понимаю, ваша школа занимается именно с иностранными, вроде как, студентами. Не могу подробнее рассказать о направлениях, кто именно учится, какие баллы, что нужно сдавать. Спасибо. Добрый день, дорогие абитуриенты. Очень приятно, что никакие катаклизмы в природе, никакие пандемии не могут свернуть нас с вами, с нашей генеральной линии. Ведь задача номер один этого года для вас – достойно окончить школу и выбрать себе такой университет, который открывает вам широкую дорогу к интересной карьере, к интересной жизни. И совершенно верно наша ведущая сказала о том, что сейчас продвижению русского языка в мире уделяется большое внимание, начиная от всех уровней, вплоть до уровня правительства нашей страны. И не секрет, что лучшие университеты России принимают все больше и больше иностранных студентов. И в нашем Казанском федеральном университете в этом году обучается 9,5 тысяч иностранных граждан. И совершенно естественно, что очень активно развивается вот этот рынок преподавателей, которые владеют методикой обучения русскому языку иностранцев. И ведь это направление перспективно не только для высшего образования, но и для нашего среднего образования. Не секрет, что во многих классах учатся и иностранцы дальнего зарубежья, и ближнего зарубежья, которые иногда знают язык хуже, чем иностранцы издалека. И поэтому владеть методикой, когда можно за один год человека провести от полного нуля, от незнания даже русского алфавита и до уровня, который ему позволяет обучаться в российском вузе, получать высшее образование. Безусловно, за год это сделать, не владея секретами методики русского языка, как иностранного, невозможно. Итак, мы предлагаем абитуриентам две бакалаврские программы в этой области, и первая из них сделанная по стандарту филология, а это предполагает не только языковую подготовку, но и литературную, и блок культуры. И эта программа ориентирована, безусловно, в первую очередь на российских абитуриентов, то есть мы видим в них смену, вот нашу смену преподавателей русского языка, как иностранного. Безусловно, здесь очень важно хорошее знание иностранного языка, поэтому вы видите, в программе называется русский язык как иностранный с углубленным изучением иностранных языков и информационных технологий. И мы понимаем сейчас, особенно остро мы это поняли, что без владения прекрасного разными методиками использования информационных цифровых технологий, современному специалисту очень непросто в этом мире. Итак, на эту программу мы приглашаем наших абитуриентов, для этого нужно 3 ЕГЭ, это литература, иностранный язык и русский язык. Хотя минимальный проходной балл по всем трем предметам это 40 баллов, но мы, конечно, понимаем, что это только для тех, кто пойдет на контрактное обучение, которое стоит около 128 тысяч в год. А вот проходной балл на бюджетные места в прошлом году составлял 267, то есть это достаточно высокий балл. В этом году у нас также, как и прежние, 6 бюджетных мест. Но нужно отметить, что в группе, кроме российских студентов, всегда учатся и иностранные студенты. Как правило, большая часть это стажеры, которые приезжают на 10 месяцев в Россию по разным программам академической мобильности, по направлениям Министерства образования своих стран, именно для того, чтобы повысить свой уровень владения русским языком. Как правило, это студенты третьего, четвертого курса в своих зарубежных университетах. И совместное такое обучение дает возможность российским студентам постоянно вот эту методику видеть в действии. То есть образование идет очень сильно практикоориентированное. Постоянно изо дня в день студенты наши видят вот эти секреты обучения иностранцев изнутри на примере своих согруппников, студентов. И так, безусловно, главное, к чему готовит эта программа, это преподаватели русского языка, и не обязательно в школах, в университетах, потому что в большинстве университетов можно только после магистрского уровня стать преподавателем. Но и работа в кружках, в Россотрудничестве, в зарубежных странах по обучению иностранных студентов. Но это не только блок или линия вот этой преподавательской карьеры, но это всевозможные, конечно, и редакторы за рубежом, работа в совместных фирмах и так далее. Другая программа, тоже бакалаврская, сделана у нас по стандарту лингвистика, она тоже называется русский язык как иностранный. И программа эта создавалась именно с прицелом на иностранного студента. И здесь у нас, ну, например, на нынешнем первом курсе 100% это иностранные студенты, на старших курсах есть и россияне тоже. Здесь уже может быть более низкий уровень владения русским языком, чем на филологии. И специфика, главная специфика в том, что очень много курсов практических, особенно на первом курсе. Но и россияне, обучаясь вот вместе с иностранцами, они тоже каждый день видят, что, ну, например, навыки, правильные навыки аудирования, иногда наши китайцы лучше аудируют, чем россияне. То есть здесь все зависит не только от, собственно, практического знания русского языка, но еще и от действительно владения разными видами технологий коммуникативных. Но более детально об этой программе я не буду рассказывать. Здесь, если это российский абитуриент, то тоже три экзамена по ЕГЭ, но уже вместо литературы общество знания, русский язык и иностранный язык. Но если вдруг нас слушают сейчас иностранные абитуриенты, то в этом году для всех иностранцев, которые идут на контрактное обучение, облегченная форма, и они будут сдавать только два экзамена, это русский язык и иностранный язык. Ну, еще мне хочется вот сделать мостик от нашей школы во весь институт филологии и сказать о том, что в нашем институте на сегодняшний день больше тысячи иностранных студентов только на основных программах. То есть в бакалавриате, магистратуре очень много у нас аспирантов иностранных. Но кроме этого, ежегодно около 200 студентов из стран Европы, Азии, Америки приезжают на всевозможные краткосрочные программы. И это значит, что в стенах нашего университета любой студент, не только тот, который учится в нашей школе, но и в других школах, имеет возможность в своей такой студенческой внеаудиторной жизни общаться с носителями языка. Ну, раз у нас есть входящая мобильность, соответственно, безусловно, открыты широко, причем открыты двери и в исходящую мобильность. То есть все студенты, которые заинтересованы в том, чтобы получить практические навыки иностранных языков, они могут участвовать в программах студенческих обменов и выезжают на семестр, на год, иногда на месяц, на всевозможные стажировки. И их так много, и очень много предложений, когда не только бесплатно обучаются за рубежом, но еще и получают очень солидную стипендию. Например, от ДААТ, это немецкая программа студенческих обменов, испанские такие есть программы и так далее. То есть это уже касается не только студентов, которые учатся на программах, связанных с русским языком, как иностранным, но прежде всего это вот те направления, о которых Резида Файлина рассказала, то есть те, кто своей специальностью сделает иностранный язык. Ну, конечно, у нас есть еще и магистрская программа, и программа аспирантуры, но я думаю, мы о них можем рассказать, если соответствующие вопросы поступят сегодня от наших слушателей. Спасибо. У нас уже скопилось здесь очень много вопросов, и, Роман Лихомедович, наверное, первый вопрос вам, его повторили три раза даже в нашем прямом эфире, и поэтому направление прикладная фиология, татарский язык, литература и журналистика. Будет ли учитываться Всероссийская Олимпиада школьников по татарскому языку вместо экзамена по татарскому? А какая Олимпиада? Всероссийская Олимпиада школьников, написанная по татарскому языку. Всероссийская Олимпиада школьников по татарскому языку. Проводится ли такая Олимпиада по татарскому языку? Вот тоже интересно. российская всероссийская олимпиада по татарскому языку по моему не проводится поэтому такой олимпиады нет как стабильники давайте перейдем к другим вопросам как будет проходить на данный момент вступительный экзамен по дизайну то есть как ребята будут сдавать его в условиях пандемии абитуриенты которые хотят поступить на направление дизайн это классический дизайн и профессиональное обучение дизайн интерьера в этом году будут сдавать егэ по русскому языку по литературе и внутренний экзамен по рисунку вот этот внутренний экзамен по рисунку в этом году сдают в дистанционном формате в системе онлайн проктринга эта система прок то система проктринга на сайте наши институты на сайте приемной комиссии расписано как проходит экзамен в этой системе и пока наши специалисты преподаватели кафедры дизайна разрабатывают пошаговый алгоритм как абитуриенты должны будут сдавать этот экзамен и инструкцию как должно будет сдавать этот экзамен как только будет готова эта инструкция это паш это пошаговая пошаговый алгоритм мы повесим это на сайт в течение недели это будет готова вступительные экзамены есть только на ваше направление или где-то еще распространяются направление у нас еще есть вступительный экзамен по татарскому языку на те направления в котором есть внутренний экзамен по татарскому языку это педагогическое образование татарский язык литература и иностранный английский язык там у нас внутренний экзамен по татарскому языку этот экзамен тоже мы принимаем в этом году дистанционном формате в форме теста возник такой вопрос у бакалавров если двойной диплом специально зарубежная филология если двойной диплом у нас с этого года профили зарубежной филологии английский язык английской литературы переводоведения есть возможность двойного диплома каким образом дело в том что между казанским федеральным университетом и университетом лондона это университет под патронажем королева великобритании заключен договор и договор о параллельном обучении что это значит студент поступает к нам на первый курс зарубежной филологии английский язык английской литературы переводоведения учится первый курс это своего рода подготовительные курс для поступления в университет лондона после того как он оканчивает заканчивает первый курс он может поступать в университет лондона но обучение в университете лондона естественно на коммерческой основе бюджетных мест там нет происходит это все в режиме онлайн проводят обучение профессора университета лондона они предоставляют образовательные ресурсы выходят напрямую связь со своими студентами по направлению английский язык английская литература таким образом наш студент учится в казанском федеральном университете и учится в университете лондона и по окончании он получает два диплома диплом казанского федерального университета в области зарубежной филологии английский язык английской литературы перевода ведения, и диплом университета Лондона по направлению английский язык и английская литература. Это настоящий диплом университета Лондона. Конечно, мы знаем, что самое дорогое образование в мире это британское образование, и не каждый олигарх может позволить себе обучать своего ребенка в британских вузах, тем более в университете Лондона, это очень престижное образовательное учреждение. Но та сумма, которая предоставлена нам как партнеру Казанскому федеральному университету, она в разы ниже, чем это бы стоило, если бы ребенок учился там на самом деле. Потому что жизнь в Великобритании очень дорогая, проживание очень дорогое, а здесь ты учишься у себя дома, тебе не нужно платить за транспорт, ты занимаешься с теми же профессорами, с теми же преподавателями, которые работают в университете Лондона, они тебе преподают, они дают тебе свои знания, ты сдаешь им экзамены, зачеты не нашим преподавателям, а именно их преподавателям. И госэкзамены принимает независимая комиссия, в которую входят преподаватели разных стран, то есть все это гарантирует абсолютное качество образования. И, конечно, такой специалист будет очень востребован, потому что он будет иметь два диплома. Российский диплом Казанского федерального университета и ведущего образовательного учреждения Великобритании как университет Лондона. Мне кажется, многим покажется странно, то, что это проходит онлайн. Я понимаю, что это, скорее всего, очень рентабельно и престижно, но в то же время, мне кажется, многие зададут вопрос. Это сейчас очень распространено именно в европейских странах, и для нас это очень интересно, потому что у нас еще аналогов таких нет. Мы только-только переходим еще на цифровизацию в образовании, на онлайн образование. В условиях пандемии нам пришлось вступить в эти новые условия обучения, образования. И нам очень интересно узнать, как коллеги из Великобритании, ведь у них уже не первый год, у них уже 10 лет больше, да, они перешли на этот формат. И у них очень много желающих учиться у них в таком формате, но они предоставляют эти возможности только университетам-партнерам. То есть в России это два университета, в Москве и в Казани. Другие университеты не выбраны университетом Лондона как партнеры. Понятно. Все мы знаем, что, Рамиль Хамитович, на вашем направлении есть целевые места, да, это связано с татарским языком. На зарубежной филологии тоже представлены целевые места или на всех высших школах представлены целевые места есть? Ну, у нас вот с Рамиль Хамитович им есть целевые места. По всем направлениям, сколько целевых мест по всем направлениям, я сейчас сказать не могу. Но вот по нашей высшей школе целые группы мы принимаем на целевые места, финансируемые из республиканского бюджета. Вот те четыре направления на дневное отделение – это математика английский язык, биология английский язык, история английский язык, начальное образование английский язык. Это на дневное отделение и на заочное отделение, одну группу. Там 50 человек принимаем, выпускников педколледжей по направлению педагогическое образование, начальное образование, дошкольное образование. Вот все эти 150 мест в этом году по нашей высшей школе, они целевые места. У нас тоже есть целевые места, но их немного, уважаемые абитуриенты. Это один-два места максимум. И естественно, что между целевиками тоже конкурс. Например, два места, а целевиков 20. Естественно, что из 20 мы должны выбрать два самых лучших. И мы также выбираем их по результатам единого государственного экзамена. Это во-первых. Во-вторых, целевики должны прекрасно понимать, что за их образование, за их обучение в Казанском федеральном университете будет оплачивать заказчик. Кто будет этим заказчиком? Этим заказчиком может быть министерство образования Республики Татарстан, может быть городское управление какого-то города, там, Бугульма, Нижний Камск, Челны. То есть они должны найти своего будущего работодателя. Работодатель платит за то, чтобы получить специалиста, возможно, в области зарубежной филологии, возможно, в области русской филологии, возможно, в каком-то регионе, например, нужен преподаватель испанского языка или преподаватель китайского языка или преподаватель двух иностранных языков. И, естественно, работодатель, он же заказчик, платит за обучение этого абитуриента, этого студента и получает высококвалифицированного специалиста. Понятно. Мы понимаем, что там автоматически одно или два места, это зависит от количества бюджетных мест, отдаются целевикам, либо и еще отдельно на каждом направлении, где есть бюджетные места, люди, которые имеют социальные льготы. То есть это на всех направлениях, где есть бюджетные места. А вот то, о чем говорил Рамиль Хамитович, это специальная программа, которая финансируется Республикой Татарстан, и поэтому там целые группы, такие вот целевые. Это исключение, это уникальная программа. Ну, я думаю, со всеми числами по целевым местам бюджету можно ознакомиться либо на сайте Казанского федерального инститета, либо в группе, думаю, Институт филологии можно уточнить. На сайте информации есть. Тут вопрос по дополнительным баллам при поступлении. Возник такой вопрос, добавляют ли баллы при поступлении международные экзамены, например, о сдаче кембриджских экзаменов. Насколько я знаю, не добавляются, да, подобные? Мы, конечно, приветствуем поступление таких абитуриентов, мы очень рады. Обучаясь у нас, у нас студенты тоже имеют возможность получить кембриджский сертификат. Это говорит о высоком уровне владения языком. Но, к сожалению, баллы не прибавляют. А что у нас прибавляет баллы? Это ГТО, если не ошибаюсь, сочинение было какое-то раньше, когда я поступала. Да, ГТО там прибавляет немного, да, Алмаз Ильдарович, сколько баллов? Один. Один балл, да, если наш абитуриент знал нормативы ГТО. Это отчитать, да. Победители Олимпиад всероссийских и призеры, да, победитель 5 баллов, призер, по-моему, 3 балла, но уточнить можно. Но также еще есть и победители Олимпиады Казанского федерального университета. Они тоже победители и призеры имеют вот эти дополнительные баллы. Также у нас проводится конференция имени Ильва Толстого. В этом году она тоже проводилась осенью. Там тоже победители получают 5 баллов, призеры 3 балла. Также дополнительные баллы получают победители конференции имени Лобачевского. Победители 5 баллов, призеры 3 балла. И медалисты, красные дипломники, тоже получают по 5 баллов. Золотая медаль. Да, да. Когда будет вступительный экзамен по татарскому языку? Будут ли подготовительные курсы для сдачи внутренних экзаменов? До сдачи внутреннего экзамена по татарскому языку однозначно будут курсы. Они будут организованы, пока конкретного расписания нет, где-то в июле месяце. Мы думаем во второй половине июля. А экзамены, пока расписания нет, мы надеемся, что экзамены по татарскому языку, как и все внутренние экзамены, будем смотреть, когда будут единые государственные экзамены, ЕГЭ, будут проводиться. Не раньше конца июля. Есть ли вступительные экзамены по направлению педагог младших классов и иностранный язык, кроме единого государственного экзамена? У нас такого направления нет. В институте нет, есть в институте психологии и образовании. Но тут упоминали иностранный язык. Это было у вас, Рамиль Хамедович, может, поэтому задали вопрос? Да, в начале экзамены нет. У нас есть направление начальное и дошкольное образование, билингвальной образовательной среде. Мы принимаем туда только заочников и принимаем выпускников педколледжей. Там можно сдавать и внутренний экзамен по всем дисциплинам, если это выпускник СПО, и по русскому языку, и по математике, и по обществознанию. Но по английскому языку там нет внутреннего экзамена. Какие условия есть для студентов Казанского федерального университета? Это общежития, стипендии, какие предусмотрены. То есть при поступлении одна вроде суммы, потом она либо уменьшается, либо увеличивается от успеваемости студента, если не ошибаюсь. Ну, во-первых, все первокурсники, которые поступают в Казанский федеральный университет, они получают место в общежитии. В деревне универсиады живут наши студенты-первокурсники. Потом эти места за ними сохраняются, если они набирают достаточное количество баллов. То есть у нас бально-рейтинговая система в обучении, и бально-рейтинговая система в гражданской, общественной, социальной позиции студента. Если студент занимается волонтерской деятельностью, если он принимает активное участие в общественной жизни университета, института, общежития, потому что внутри общежития тоже бывают мероприятия. Если к нему нет никаких замечаний по проживанию, по дисциплине, конечно, он набирает достаточное количество баллов для того, чтобы остаться в общежитии на второй, на третий и на четвертый год. То есть поступающие об этом должны знать. И, конечно же, у нас есть такая стимулирующая стипендия, она дается как бы стобальником. То есть поступает к нам стобальник, и если, например, у него 100 баллов по русскому языку, и русский язык является профильным в этом направлении, то он получает единовременную стипендию 80 тысяч рублей. Это очень хорошая такая вот акция, потому что стобальников у нас много. Вот в прошлом году, в 19-м году, в высшую школу русской зарубежной филологии поступило 13 стобальник. У них были 100 баллов у кого-то по английскому, у кого-то по русскому, у кого-то по литературе, и все они получили вот такие стипендии. Но если не ошибаюсь, эта стипендия только должна быть по профильному предмету, на который ты поступаешь. Да, ну, к сожалению, да. Ну, например, если там у него по математике 100 баллов, но он идет на филфак, к сожалению, мы очень рады, но такую стипендию студент не получит. Удивительная история. Вопрос. Подскажите, в какой форме будут проходить вступительные испытания в магистратуре направления языкознания? Естественно, что в этом году все будет в режиме онлайн, и магистратура тоже будет в режиме онлайн, и это будет в режиме Microsoft Teams, то есть формируется группа для сдачи экзаменов, даются пароли, логины, студент входит в этот пароль и логин, по этому паролю и логину, видит своего преподавателя-экзаменатора, да, и сдает ему устный экзамен. Там какая-то часть экзамена есть тестовая, потому что прикладное языкознание предполагает не только устный экзамен, но еще и выполнение тестовой части. Все это будет отражено на сайте. Вот в случае магистратуры очень интересно. ВКР у нас все-таки никак не сдвигается, и госэкзамены никак не сдвигаются, остается одна и та же дата, нежели ЕГЭ, и сдвигается ли при этом поступление на магистратуру тоже? Пока мы не можем определенно сказать, потому что все завязано на едином госэкзамене для школьников. Все от ЕГЭ, да, как бы мы танцуем от ЕГЭ. Пока даты ЕГЭ нет, поэтому мы не можем сказать определенные сроки. Конечно, 1 июня уже будут известны расписания экзаменов вступительных, и потом уже от расписания вступительных экзаменов можно будет конкретнее говорить о датах поступления в магистратуру. Такой вопрос. Если ребенок-сирота, то какие льготы будут при поступлении? Какие возможности? Ребенок-сирота имеет социальные всякие стипендии, там у нас еще есть такая, что даются какую-то сумму на питание, да, то есть он может получить чеки, талоны и питаться бесплатно в университетской столовой. Иногда дают такие дотационные суммы на транспорт, то есть они идут по линии государства, вот эта социальная поддержка. Не по линии университета, а если поступает сирота, и государством предусмотрена помощь социальная, вот в полный пакет социальный этот студент получит. Ну, если я не ошибаюсь, были какие-то возможности в Казанском федеральном университете, тоже что-то предусматривалось. Но это, я думаю, нужно выточнять на сайте или как-то... Мы только что уже говорили о том, что в любом направлении, где есть бюджетное место, обязательно есть льготное место для вот как раз таких категорий социальных. Человек может претендовать на внеконкурсный набор. То есть это круглая сирота. Да. Но там тоже аранжировка идет по балмике. Такой вопрос. Техническое образование, учитель начальных классов, предметы иностранный язык, общество знания и русский. Сколько баллов нужно, чтобы поступить на бюджет? То есть, я думаю, все это из прошлых баллов, как и более-менее, можно смотреть. Ну, это у нас новая программа. В прошлом году такой программы не было, поэтому не можем ставить, какие бы баллы в прошлом году. Я еще раз хочу сказать, что это селевые места. Да. Прежде чем поступить на это направление, сдать документы, эти абитуриенты должны заключить договор с какой-то школой. С заказчиком. С заказчиком, да. После этого только они могут сдать. И потом, после того, как сдадут все ЕГЭ и заключают эти договора, Министерство образования и новых республик Татарстан своим приказом организует комиссию. Это комиссии. Там в комиссии будут и сотрудники Министерства образования, и наши преподаватели, и сотрудники Казанского федерального университета проведут собеседование с этими абитуриентами после того, как они сдадут все экзамены, все ЕГЭ. И там определяют знание татарского языка, знание английского языка, потому что те направления, которые мы набираем в этом году, они в какой-то степени должны владеть этими языками. Татарским языком, английским языком. Все. Наверное, последние два вопроса, у нас осталось всего лишь пять минут, и мне бы хотелось от каждого из вас услышать, очень давно считается, что филологическое образование, лингвисты и педагоги, этот рынок перенасыщен очень сильно. Почему все-таки нужно пойти на филологию или на лингвистику, если есть направление? Почему нужно все-таки, и почему это интересно? Я считаю, что человек, который получил филологическое образование или педагогическое образование в области языков, это очень востребованный человек. И не обязательно только в области образования, это и в области культуры, но ведь в каждом министерстве и ведомстве нужен человек, который владеет словом, словом письменным, словом устным. Это и Министерство внутренних дел, и Федеральная служба безопасности, и Минэкономики. Они все звонят нам и говорят, дайте нам филолога, дайте человека, который может работать со словом. А если этот человек еще владеет несколькими языками, то это конкурентоспособная личность в современном мире. Никогда он без работы не останется. Никогда. Я уже не говорю о том, что язык, литература, это часть культуры, и этот человек будет духовно совершенствоваться, развиваться, и будет действительно всесторонней развитой личностью. У кого-то что-то есть еще добавить? Или все сказала? Есть такой афоризм, сколько языков ты знаешь, столько ключей у тебя от мира. Так вот я хочу сказать, что программы, связанные с филологическим, лингвистическим образованием, они дают золотой ключик к волшебному миру, к хорошей карьере и к успешной жизни в огромном международном коммуникативном пространстве. И по нашей бывшей школе это направление татарский язык и литературе этой журналистики. Единственное направление, наверное, в России, где изучается татарская журналистика и татарский язык как филология. Нигде больше такого направления нет. Это уникальное направление. И, наверное, мы можем все-таки завершать на этом. Вы смотрели InstaLife с инстом филологии и межкультурной коммуникации. И сегодня на ваши вопросы ответила Мухаммед Шнаризда Фаильвина, декан высшей школы русской и зарубежной филологии. Мирзагит Афрамиль Хамитович, декан высшей школы национальной культуры и образования имени Габдулы Тука. И Бочина Татьяна Геннадьевна, декан высшей школы русского языка и межкультурной коммуникации имени Будуэна Докутана. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok